Ну что, сейчас я пойду в океан, на этой доске. Я ни разу не каталась на серфе, вообще вставала только на сап, и сейчас буду пробовать кататься на e-boil, вот на такой доске. Это, кстати, для тех, кто не хочет идти очень долго к волнам на доске серфа. Это прям очень классный вариант, когда ты просто встал и полетел. Кстати, это реально очень хороший вариант. Все же не жалуются постоянно, что именно непрофессионалы, которые говорят, что надо топать до волны постоянно. Грести, Нин, грести. Грести, да. Полсута потратить, там, 10 минут, словить и убеждать волну, там, или 20, словить и опрашивать, и потом опять начинаешься заново. Так, и есть, а еще ты можешь на ней уехать и ловить волны, которые тренируются впереди. Да, а здесь ты такой, не устаешь, ничего, быстро, когда ты поедешь. Не, не устаешь, но я одно пламя. Нет вот этого, вот, когда ты идешь, идешь, идешь. Надо пробовать. Вот, инструктор, сейчас все-все-все расскажет, покажешь. Сейчас все научше. И, надеюсь, у меня получится. Получше, получится. Это смесь сёрфборда и гидроцикла. Он стоит из доски в деке, мачты, электромотора и двух плавников. Потрогайте, они острые с двух сторон. Доски? Да. То есть, даже на берегу мы аккуратно подходим, никогда не подходим к ним сзади, чтобы не травмироваться. Мы на доску залезаем сбоку. То есть, представляем, да, что это та же доска, что у нас находится здесь. Мы залезаем на нее сбоку. Располагаемся по центру. Одна рука у нас дотягивается до носа доски. Пяточки вместе. Ищем такое положение на доске, чтобы у нас нос был параллельно вверх. А, да, я сбоку подошла, подсоединила красную штуку. Ложусь посередине, по центру. Да. Дотягиваю на носу. Ага. Соответственно, если нос высоко, то я продвигаюсь. Если наоборот низко, то чуть-чуть назад. Да, ножки вместе. Ножки вместе, да. Когда повороты, мы обряды шестились, перетоняем. И потом уже как раз не нужно заворачивать. Смотришь в сторону поворота и переночишь вверх с телом. Стоит, соответственно. Угу. Наполняем тело. Так. Вес основной находится спереди доски. Не сзади доски, не вот так, как на сапе посередине, да? Да, да, да. А ближе к переду. Так, мне сейчас подключат пульт, которым управляется доска. Ефойл, правильно? А, вот, я волкала. Такая штучка вот. Ну, как что ли? С той техникой. Так, смотри. Вот это вот включить и остановить. Еще раз, задерживаю, это я включаю. Угу. Просто кнопочка, это я останавливаю. Угу. Это, соответственно, скорость. И разгоняется до 50 километров в час. Каждый шаг до 60, а она разгоняется по 10. В процентах не смотришь. Да. И это в процентах. Да. Не в километрах в час. Сегодня идет украшение стихии на Е-Коле. Нет, скорость за сколько дела? До 50-60. И потом резко на пол, ну просто на стоп. Резко и ничего не надо. Ха-ха-ха. Угу. Первый старт. Обалдеть. Как прикольно. Мне вручили. Досочку. Да, ребят? Сегодня классный денек. Да. У меня текут сопли. Сопли? Ну это нормально. Это значит, ты прочистился. Так, а там вот у нас, что сейчас? Мама у нас там мучится кататься на Е-Коле. Правее. Лево. Правее. К берегу давай. К берегу давай. Ну что, я только с... океаном встала я на доску. Очень-очень круто. Мне прям очень понравилось. Получилось всё с первого раза кататься. Я каталась сидя на доске, а потом каталась даже немножечко стоя. Встала на доску с первого раза, сидя её поднимала наверх. Такое нереальное ощущение свободы, когда ты паришь над водой. В общем, советую попробовать каждому. Но это очень-очень круто. Встала на доску с первого раза. Такое ощущение. Они абсолютно новые, ни с чем не сравнимые, когда ты над гладью поднимаешься уже на какой-то уровень. Причём на самом деле обучаешься очень быстро в воде. Буквально, я не знаю, я за 5 минут уже понял приблизительно принцип, как это происходит. Дальше нужно просто уже находить баланс для того, чтобы встать на глиссер и уже лететь, парить просто над водой. Да-да-да, это прям очень-очень круто и всем советую попробовать. Отойди, и я доску хочу показать. Вот такая вообще вещь. Это вещь? Да, это реально очень круто. И такое классное ощущение именно свободы, когда ты даже поднимаешься чуть-чуть над водой, и ты прям такой кайф вообще ловишь от этого. Не, ну это вообще абсолютно искренние эмоции. Спасибо! ФЛ Бали, приходите. Какие же солнечные, радостные, скучные эмоции. Блин, кайф будет однозначный. Мне стало интересно просто вот сколько потребуется времени для того, чтобы полностью управлять им абсолютно уверенно и уже только парить на ногах. Да, уже когда ты стоишь на ногах. Ты со второго занятия уже начинаешь парение на ногах. Ну, уверенность приходит у тебя к третьему. И всего программа — это пять занятий. Ты к пятому занятию абсолютно профессионально уже летаешь над водой. У тебя есть понимание, как их контролировать, как делать повороты, маневрирование, остановка. Ты контролируешь взлеты по волнам. То есть ты уже как дельфин подстраиваешься под волну. Блин, прикольно. Класс. И ты на одной волне с океаном. Это когда ты уже полностью чувствуешь… Короче, пять занятий, и ты почти профессионал. И научился летать. Пять занятий, и ты летаешь. Ты летаешь уже на первом. Вообще. Не, ну прям круто, когда летаешь. Пять занятий, и ты профессионал, да. Класс.